Они разговаривают на русском языке, но живут за пределами нашей страны. Кто-то учил язык, а кому-то знания передали родители, как, например, друзьям, Ильясу и Жан-Филиппу из Туниса. Парни в России не первый раз, уже посещали несколько городов. У Ильяса русская мама, у Жан-Филиппа оба родители русские. Поэтому ребятам интересно изучать родину своих близких. На гостей города Самара произвела приятное первое впечатление. Думал, будет более холодно, оказалась погода довольно приятная. Также тут очень общительные, дружелюбные люди. Довольно культурный и красивый город. Особенно пейзажи очень красивые, особенно вертолетные площадки. Познакомить русскоговорящих детей с нашей страной во всем ее многообразии. Такая задача у молодежного форума «Здравствуй, Россия». В этом году к форуму впервые присоединилась и Самара. Город встречает 50 подростков из 9 стран. Туниса, Палестины, Уганды, Финляндии и нескольких стран СНГ. Торжественная церемония открытия форума началась в музее-усадьбе Алексея Толстого. С вручения гостям символических золотых ключиков, чтобы они по-настоящему открыли для себя Самарский край. Я очень хочу вам пожелать, чтобы в этом городе нашли своих друзей. Очень хочется, чтобы вы им рассказали о нашем городе, в тех городах, где проживаете вы. Мне очень хочется, чтобы вы возвращались в наш город. И совершенно точно мы вас встретим. Я желаю вам хорошей погоды. Я желаю вам хороших впечатлений от нашего города. Добро пожаловать. Организаторами форума являются Россотрудничество, Росмолодежь, Министерство иностранных дел, правительство Самарской области, городская администрация и региональная общественная палата. Наша культура через творчество проступает лучше всего. Это самый правильный способ знакомиться. Но я очень надеюсь, что вы просто сходите и скупаетесь в Волге. И вообще насладитесь пляжем и всем остальным, что дает Самара. Основной концепцией проведения форума является «Самара в 4К». Краеведение, космос, красоты и культура. Молодых людей ждут 4 дня с насыщенной программой, которая включает в себя экскурсии по живописным местам и городским музеям, семинары, лекции, мастер-классы по самым разным направлениям. После чего ребята вернутся домой и уже в свою очередь расскажут о Самарском крае своим родным и друзьям из первых уст. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. Продолжение следует...